Ничего особенного не случилось. То, что случается, точнее, то, что обсуждается, связанное с российской базой, это вообще имеет отношение больше к внутриармянским дискурсам, к тому, как и каким образом в Армении обсуждают вообще взаимодействие с Россией, в том числе в военной сфере. Это в Армении было последние как минимум лет 10, если не больше, и будет. Более того, будет увеличиваться. В Армении есть некоторая страта социальная, и среди журналистов в сетях, я не знаю, в гражданском обществе и так далее, людей, которые не очень довольны уровнем взаимоотношений с Россией. Это все время раздается, об этом всегда говорится. Россия продает оружие Азербайджану, российская база – это не безопасность, а угрозы. Я тезисы перечисляю. Все, что связано с российской базой, оно приносит какие-то проблемы и так далее. И вот эти настроения приводят к тому, что каждое событие, даже мелкого масштаба, оно вызывает вот такой вот медиапузырь. Что будет? Ничего не будет. Сотрудничество с Россией будет оставаться таким же, как оно есть. Будут продолжаться постоянные контакты. Это, собственно, постоянный процесс. Собственно говоря, министр обороны это и сказал, если переводить свежего политического на человеческий язык. Российско-армянские отношения в сфере безопасности, они просто в другом месте находятся, чем медиапузыри. Они обусловлены многими геополитическими обстоятельствами, которые не исчезли и не исчезнут на ближайшие, как минимум, годы. И поэтому они будут оставаться. Гораздо более серьезные изменения, например, транзит власти в Армении, он все равно не сказывается на российско-армянских отношениях. А что там говорить о каких-то происшествиях в селе Паник? Я не могу комментировать высказывание всех трех миллионов армянских политологов. Что я сказал, то я сказал. Это события чрезвычайно мелкого масштаба, такие события, конечно, будут происходить и происходили, и их невозможно избежать. У нас в Гюбринии люксембургская армия стоит, у нас стоит обросийская армия, и, соответственно, есть какие-то проблемы. Но обсуждения, которые будут вокруг, нет, конспирологически это трактовать совершенно не готов. А то, что общество отзывается таким образом, должен что-то отвечать на те дискуссии, которые есть в стране. Вообще, эта власть, она же новая, меняющаяся, приходящая власть, она вообще, как и всегда после такого рода избедения, после такого рода транзитов, она очень сильно опирается на общественное мнение. Это их основной фундамент, их основной бэкграунд, на что опирается власть. Тем более, что транзит не завершен, впереди еще выборы, то есть взята исполнительная власть, на локальных уровнях это еще происходит, передача власти, то есть меняются еще личности. К парламенту, ну, там тоже что-то происходит, но, очевидно, впереди будут выборы. Соответственно, все это еще не произошло, поэтому премьеры, вообще новая власть, они должны реагировать на то, что происходит в общественном объединении. Мы это видим по различным высказываниям, по отставкам, по тому, каким образом объясняется, что и как мы, мы, в смысле, они пытаются делать и так далее. Это довольно естественно после такого рода событий, так и должно происходить. Ну, это и то, и другое. Ну, конечно, нет, любые информационные кампании, дискурсы, любые разговоры, скандалы, которые могут возникать, они все, конечно, подвергают испытаниям российско-армянские отношения, в этом я согласен с премьером. Другое дело, что российско-армянские отношения к этому привыкли, то есть те люди, которые занимаются решением проблем, они привыкли существовать в такой формате, в котором они существуют. И эти отношения подвергались гораздо более серьезным ударам, да, ну, вспомним дело Пермякова хотя бы, вспомним те дискурсы, которые были в стране после четырехдневной эскалации 2016 года и так далее. То есть, когда происходят такие события, ну, в России же тоже на это обращают внимание, смотрят, читают, пишут отчеты, журналисты пишут какие-то статьи. То же самое происходит и здесь. И это подвергает каким-то испытаниям, в общем, я с ним согласен. Между прочим, мы очень часто просто не замечаем, мы смотрим на реакцию России, а к реакции в Армении относимся довольно спокойно и ее часто пропускаем мимо ушей. Между тем, в Армении пишутся тексты про Россию, по сравнению с которым Дугин иногда кажется снегурочкой. И ничего, в общем, как-то все это проходит. Это такой процесс, и есть действительно проблемы, но, в общем, я повторюсь, в другом месте находятся военные взаимодействуют на достаточно высоком уровне. Это взаимодействие, как всегда у военных, оно довольно закрытое, там есть взаимопонимание, имеют возможность друг другу объяснять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова